Свой собственный дом в деревне это доступно и перспективно. С каждым годом индивидуальное жилищное строительство становится все более популярнее. Во многом это связано с предоставлением государственных льгот на получение земли и строительство на нем жилья. Многие граждане уже использовали такую возможность. О том, как воспользоваться льготами, расскажет наш корреспондент. Вместо приобретения квартиры в ипотеку, многие задумываются о строительстве собственного жилья. Особенно, когда в семье появляются дети. Однако мечта жить за городом иногда так и остается мечтой. Зачастую многих останавливает высокий процент по кредиту. Допустим, если мы хотим построить дом за 2 миллиона с первоначальным взносом от материнского капитала, и чтобы выплаты в месяц были более-менее возможными, ипотеку придется растянуть на пару десятков лет. Но с 2020 года в России работает программа сельской ипотеки, с помощью которой можно получить льготный кредит в том числе и на постройку дома. Процентная ставка по договору не выше 3% годовых. При этом ставка может быть снижена на 0,1% годовых. Уточняйте в банке. Максимальный срок 25 лет. Собственный взнос заемщика не менее 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек. Получатели ипотеки обязаны платить собственными средствами не менее 10% стоимости покупки. Для первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Срок кредита должен составлять максимум 25 лет. При строительстве жилой дом должен быть построен в течение двух лет с даты получения кредита. К слову, на одном земельном участке можно построить не один жилой дом. Российское законодательство напрямую этого не запрещает. Главное учитывать правила землепользования и застройки для населенного пункта. К примеру, на 6 соток может быть застроена одна треть земельного участка. Это устанавливается не управлением Росреестра, это устанавливается уполномоченным органом в области градостроительного регламента. Плюс, конечно же, в рамках осуществления застройки необходимо учитывать все те же правила землепользования и застройки в части отступов от земельных участков, смежных земельных участков, скажем так, от красных линий. В Росреестре также рекомендуют обращать внимание на земельный участок, вид разрешенного использования, а также необходимо утащить, какие существуют критерии застройки. Городостроительный кодекс именно для индивидуальных жилых домов устанавливает основной параметр застройки на сегодняшний день не более трех этажей над уровнем земли и высотой не выше 20 метров. Вот это четко параметры, которые установлены Городостроительным кодексом, которые нужно обязательно учитывать. До 1 марта 2026 года действует упрощенный порядок установки прав на все созданные объекты. Сейчас разрабатываются различные программы по поддержке селян, и условия для жизни становятся их все более привлекательнее.